В Роспотребнадзоре дали рекомендации для поддержания иммунитета. Внимание, врачи советуют регулярно заниматься спортом, спать 6-8 часов в сутки, кушать здоровую еду, закаляться, отказываться от вредных привычек и всё. На этом всё. Из года в год рекомендации не меняются, а люди продолжают болеть. А что это значит? Хотя все это знают. Да, это говорит только об одном. Но никто не следует советам Роспотребнадзора. Ну или не могут справиться со своими нервами. И вот здесь появляется такое слово, как психосоматика. Я уверена, что многие из вас слышали о том, что это такое. Но сегодня мы предлагаем более детально углубиться в эту тему. И для этого мы пригласили в гости психолога Юлия Серебряхова. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Давайте разбираться в психосоматике, потому что для меня это то же самое, что ретроградный Меркурий. Это что-то такое немыслимое и невероятное. Что такое психосоматика? Как происходят процессы психосоматики, прежде всего? Когда человек испытывает какие-то негативные чувства или эмоции и не может их выразить адекватным способом, то его мозг посылает импульсы в организм. И, соответственно, имеет отражение в каких-то определенных участках тела, вызывая, возможно, какие-то заболевания хронические. Полезнь от нервов – это вот про это. Вы с этим согласны, да? Да, отчасти, да. Но еще не стоит обесценивать наличие вирусов в нашей жизни и брать во внимание генетику. То есть логично, сходили к врачу, проверились, если ничего серьезного по здоровью нет, то это 100% психосоматика. Там голова продолжает. Ну, как правило, врачи стали в таком случае отправляют к психологу, да, для разрешения какой-то проблемы. И здесь нужно, прежде всего, работать в совокупности и с врачом, и с психологом, если причина именно в психосоматике, не в каких-то, допустим, вирусных заболеваниях и так далее. Ну, давайте сегодня разберем самые популярные и распространенные случаи. И, возможно, вы, дорогие зрители, узнаете в этом себя. И это вам будет такая пища для размышлений. Игорёш, ты нам поможешь все это зафиксировать? Легко. Хорошо? Мои руки не для скуки. Начнем с насморка. О чем можно говорить насморк? Я прочитала, что это внутренний плач символизирует. Угу. Но я бы не относила именно к этому. Здесь вот так вот клишировано не могу отнести к чему-то. Здесь всегда нужно рассматривать определенную жизненную ситуацию человека, в каких чувствах он живет и в какой жизненной ситуации он находится. Вот если это вариант непризнания собственной ценности, есть в этом доля правды? Если идет насморк, не признаем себя. Доля правды есть, но не у всех. Ну, то есть, в принципе, можем зафиксировать, что это непризнание собственной ценности. Как вариант? Ну, отчасти может быть. Но здесь еще много-много может быть дополнительных причин. Хорошо. Давайте перейдем к следующей проблеме. Это болезнь глаз. Считается, что в этом случае человек не хочет смотреть на все, что происходит в его жизни, не хочет признавать вот это происходящее. Прежде всего, сейчас вот в наше настоящее время, да, в современное время, болезнь глаз связана с использованием смартфонов, да, и прочих гаджетов. Хорошо. Следующее, вот это, кстати, распространенное, мне кажется, мнение, что если болит спина, это значит, человек много на себя берет, он слишком много взвалил на собственные плечи. Здесь я вообще бы никаким чувством это не относила, потому что чаще всего болезни суставов, то есть там колени, спина и так далее, позвоночника, это может быть как и невыраженный гнев, так и вина, ну и прочее. Нужно рассматривать, опять же, ситуацию индивидуально. Следующая у нас проблема – головная боль. В интернете написано, что это говорит о том, что мы чего-то очень сильно боимся, и у человека низкая самооценка. Как вам такие варианты? Вполне возможно, действительно, что это про страх, и, возможно, про стыд, потому что эти два чувства, да, ну тоже про низкую самооценку отчасти, потому что эти два чувства, они имеют такое влияние, то есть оказывать спазм. То есть представьте, когда вы находитесь в страхе, у вас блокируются все внутренние процессы в организме, и даже умственные в том числе. Болит горло? О, да, это, кстати, очень распространенная история. О чем говорит? Болит горло. О том, что мы не все сказали, или что-то хотим сказать, но не можем и держим в себе такой вариант? Ну, в первую очередь, я бы, опять же, обратила внимание на вирусы. Тем более сезонность. Невыговоренность сюда не подходит? Я думаю, нет. То есть горло может болеть и не только... Не в этих случаях, да, но и в многих других. Лишний вес. Написано, что это потребность защиты, скрытый гнев и нежелание прощать. То есть мы хотим защитить себя весом. Давайте здесь обратимся к истокам, да? Почему возникает излишний вес в организме?